Слава Иисусу Христу! Иисус Христос умер за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Аллилуйя! И умер и воскрес ради нас, и все это ради нас, ради нашего искупления. Спасибо, Господи, спасибо за все, спасибо. Приветствую, кто подключился сейчас именем Господнем, именем Иисуса Христа. Любите Господа, открывайте свое сердце для Его божественной любви, и погружайтесь в этот океан, и сейчас в этот утренний час, в этой утренней молитве погружаемся в океан Божьей любви, в океан Господнего Царства, Царства любви. Аллилуйя! Я даже на Фейсбуке выставил, успел сегодня выставить такой, как пост, называют, да, пост, сообщение. Вот, несколько уже сообщений, и, значит, одно из них Мартина Лютера, Кинга. Ну, вот сейчас вот страница моя здесь вот открывается. Вот, и архиепископ Сергей Жовлев, так называется страница моя на Фейсбуке. Есть еще дополнительные, там, где я дублирую информацию тоже. Это Сергей Жовлев и Сергей Жовлев. Вот, ну, основная, где... Вы пишите мне, можете писать мне в мессенджере, значит, Фейсбук. Вот, там, где написано архиепископ Сергей Жовлев. Вот, пишите. Вот, и я стараюсь там публиковать все материалы, и нашей архиепископии киевской, и вообще христианства русскоязычного и украиномовного также. Вот, Мартин Лютер Кинг, его слова я опубликовал сегодня утром. Вот, ну, еще в 4 утра еще. Я решил пройти по жизни с любовью. Он сказал так. То есть, это его решение было, да? Я решил пройти по жизни с любовью. Ненависть, он дальше пишет, слишком тяжелое бремя. Классно, да? Вообще, сильно. Я решил пройти по жизни с любовью. Ненависть, слишком тяжелое бремя. Вот, еще другая цитата тоже его. Я 4 цитаты из его, из его сочинений выписал. Силы ненависти мы должны встретить силой любви. Для тех, кто подключается, сейчас я объясняю, что я сейчас цитирую то, что опубликовал ранее чуть сегодня на Фейсбуке, на своей основной странице. Из Мартина Лютера Кинга. Силы ненависти мы должны встретить силой любви. Сильная, мощная цитата такая. Потом третья цитата еще здесь. Любовь, самая стойкая сила в мире. Шалом, дети любви, свято пишет. Шалом, шалом, Светлана, шалом. Диченко, шалом. Мир Божий вам. Любовь, самая стойкая сила в мире. Это творящая сила. Самый могущественный инструмент, доступный человечеству в его стремлении к миру и безопасности. Тоже сильно очень сказано. И вот и четвертая цитата, которую сегодня публиковал из Мартин Лютер Кинга. Любовь, это единственная сила, способная превратить любого врага в друга. Мартин Лютер Кинг. Великий американский реформатор 20-го столетия. Баптистский пастор, христианин. Горящий, пламенный христианин. Я фотографию опубликовал, тоже его фотографию. Я вначале опубликовал это все в группе. У меня здесь много групп, которые я начинал давно еще. И так стараюсь, некоторые более активно, некоторые менее активно, но поддерживать их жизнедеятельность, этих групп. Вот сейчас особенно посты размещаю в группе. Молитва за Украину, молитва за Россию. Милана Рейка, да, Аллилуйя, я с вами, мира, Аллилуйя, Аллилуйя. Слава Богу. Шалом, Милана, шалом всем святым в Харькове. Шалом всем, 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 Аллилуйя. Ох, спасибо, Господи, за все. Вот, и опубликовал это я вначале сегодня в группе God bless America. Бог да благословит Америку. Вот, Мартин Лютер Кинга, цитаты о любви как раз. Потрясающе сильные по глубине своей цитаты о любви. Я вспомнил слова, которые он говорил в интервью одном. Не помню дословно, но примерно так звучало. Ну, там разные же люди задавали вопросы. И это было время, когда еще и очень много было вот этого зла, расизма, закон о сегрегации. И вот один из репортеров вопрос ему задал такой, ну, такой оскорбительный вопрос. Вот, но слава Богу, он не оскорблялся, Мартин Лютер Кинг не оскорблялся. Он благоставлял и врагам, даже на самые сильные оскорбления, значит, там, нигер, там, значит, там, черномазы, там, что. Он отвечал с благоставением, он отвечал с любовью, с кротостью. Вот, и ему сказали, так, мол, как вы, мол, будете, будучи таким черномазом, черным таким, можете что-то доброе, светлое нести людям. Вот, вот, и интересно, ну, как бы решил так сыграть вот на этом. Да, подковырнуть его. А Мартин Лютер Кинг молодец, он как христианин, как пастор баптистский, он очень достойно ответил. Он сказал, что, да, я черный, я черный, да. Но у меня белое сердце, он говорит, омытая кровью Иисуса Христа. Но я знаю, говорит, многих белых, у которых белая кожа, но черное-черное сердце. Он там буквально белая-белая кожа, но черное-черное сердце. Не омытый кровью Христа. Ну, там дальше, там дальше он шел. Вот, и, ну, вот это мне очень сильно запало в сердце. Вот, и сегодня как раз вспоминал я вот тоже слова Мартина Лютер Кинга. И вот опубликовал на Фейсбуке цитаты его некоторые. Я решил пройти по жизни с любовью. Ненависть слишком тяжелое бремя. Я вчера записывал видео, правда, уже поздно его выставил. Здесь вот на Ютубе, на канале Ютуба есть это видео уже. Вот, я выставил его уже поздно вечером, получается. Хотя записывал его утром, рано утром, вот, собираясь на служение. После утренней молитвы продолжил молитву там, значит, в парке, в парке Киото. И вот решил записать видео, вот. И видео, ну, одним словом, я назвал его, вот, как рассуждение, что ли, или как там. Вот. Ну, ладно, потом посмотрю. Значит, название. Это, короче, о прощении и об исцелении. Вот в этом я в ключе размышлял вчера, после утренней трансляции этой. Вот, и о прощении и об исцелении. Сейчас я ее закрою. Дует. И, знаете, вот, о прощении я сказал такие слова, что прощать по-настоящему может только тот, кто пережил прощение в своей жизни. Кто пережил и принял это прощение от Бога. И что, если человек хочет, вот, я говорю, если хочешь испытать немного ада, что такое ад. Вот, вопрос люди задавали тоже мне, что такое ад. Вот, говорю, ну, трудно писать, что такое ад, но можно испытать немного пламя ада. Вот, и некоторые, там, в древности, в средние века говорили, вот, там, попробуй над свечой подержи немного руку свою над огнем. Вот, узнаешь, что такое ад. Это все ерунда. Вот, это все, ну, как бы детский сад. На самом деле есть намного более страшные вещи. Вот, я вчера сказал, тоже то, что обычно отвечал некоторым этим товарищам. Я говорю, вот, знаете, вот, попробуйте не простить человека, попробуйте жить в непрощении, там, день хотя бы, два, три, там, неделю, там, сколько там. Меня хватило на месяц. Это страшно очень. Непрощение, это, действительно, это хуже всякого пламени. Это ад настоящий. Непрощение. Вот, и когда человек живет в непрощении, он живет в аду. Он, еще будучи на земле здесь, он уже живет в аду. Поэтому, одним словом, описать ад, я могу этим словом, как раз, непрощение. Вот, а наоборот, если хочешь испытать рай, некоторые говорят, ну, вот как вот вкусить рая, вкусить царство божьего, тоже, прости и попробуй, вот, проживи весь день в прощении, полном прощении. Прости всех, врагов всех-всех и прости себя. И вот, попробуй это. И вот, говорю, вот тогда испытаешь рай. Что такое рай? Одним словом, это прощение. Одним словом, можно назвать это прощение. Там только прощенные и пережившие прощение, и принявшие это прощение, и простившие. А, значит, ад, это непрощенные, непростившие. Да, непрощение. И прощение это рай. Вот, и я вчера свидетельствовал об этом, ну, там можете посмотреть, если кому-нибудь будет эта тема, тоже интересно. Ну, думаю, там важная тема такая. Вот, и второе, о чем я вчера рассуждал, тоже после утренней молитвы, это исцеление. Исцеление, которое совершилось 2000 лет назад, но которое сейчас совершается как? Так, верой, то же самое прощение. Как простить самого себя? Человеческому уму непостижима тайна. Как простить самого себя? Как простить окружающих? Как жить в прощении? Только приняв прощение от Бога, только согласившись с тем, что Бог простил во Христе меня. Да, только так я могу это простить. Действительно, и самого себя, и всех. И всех, и вся. Спасибо тебе, Господь. А как исцеление? Только лишь осознанием того, действительно, вся проблема-то здесь и здесь, в сердце и в разуме. Вот, и недаром эта битва идет. И вчера я цитировал, как раз вспоминал, Федор Михайлович Достоевского, который говорил, что Бог и дьявол ведут битву, сражение, а поле брани сердце человеческое. Да, поле брани наш разум, наше сердце. Вот, и исцеление, да, я исцелен кровью Иисуса Христа. Я себе это напоминаю постоянно. Я вникаю в эту тайну, пытаюсь постичь эту непостижимую человеческому разуму, но с Духом Божьим, в Духе Божьем, имея ум Христов, постигаю эту великую тайну, что во Христе Иисусе я прощен, я исцелен, я благоставлен. Я новое творение во Христе Иисусе. Удивительно, удивительное таинство. Ведь написано, что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Удивительное чудо примирения. Удивительное таинство примирения. Спасибо тебе, Господь, спасибо. Спасибо тебе, Боже Всемогущий. Сегодня хочу об этом больше рассуждать. Вчера вечером я говорил на трансляции немного об этом тоже. Потому что вчера вечером наступил новый день. Десятое Ниссана. Десятое Ниссана. Да, сегодня утро. Десятого Ниссана. По гражданскому календарю у нас 15 апреля на дворе 2019 года. А в библейском исчислении сегодня десятое число месяца Ниссан. Или же АВИФ. Пятнадцатое число апреля в этом году выпало на десятое Ниссана. И вот десятое Ниссана, это тот день самый, когда агнцев, ягнят, их водили тогда, я имею ввиду, 3331 год тому назад при Моисею. Их водили в свои дома, в свои жилища. Все евреи и неевреи, все уверовавшие в Бога Израилева, все поверившие Моисею как пророку Божьему. Все послушные Слову Божьему, призыву Божьему, сделавшие это, они были спасены. Их первенцы были спасены, искуплены. И это было великое таинство. Казнь прошлась по Египту, последняя страшная казнь. Предыдущие были страшные казни, но это еще более страшная казнь, казнь первенцев. И удивительно, что, да, значит, евреи, неевреи, именно действительно уверовавшие приняли это. Валентина пишет, да, доброе утро, дети Божьи. Очень важно молиться Духом за исцеление. Так как мы не знаем, как молиться, но Дух знает, как молиться по воле Божьей, да. О молитве Духом тоже как раз вот я говорил. Боже, ну, не сегодня, тоже вчера, третьего дня, как говорится. Вот, и молитва в Духе Святом, да. Спасибо тебе, Господь, спасибо, спасибо. Вот, а те евреи и неевреи, что не поверили Моисею и не поверили словам Божьим, вот, они не водили агнцев в свои дома, вот, и, соответственно, 14-го Несана не проливали кровь ритуально, не совершали жертвоприношения, не возливали крови этой и не мазали косяки своих домов. И поэтому смерть приходила в их дома. Вот, это образ, очень такой сильный образ. Сегодня также, не важно, кто ты, еврей, не еврей, если ты уверовал в Бога Израилева, если ты вводишь агнца Божьего в свой дом, если кровь Иисуса Христа, агнца Божьего, она на косяках твоего сердца, твоего разума, смерть проходит мимо, губитель проходит мимо. И интересно, что, да, сегодня 10-го Несана, и именно вот 10-го Несана, ну, почти 2000 лет назад, опять произошло тайна, таинство. И Ишуа Машиах, Иисус Христос, торжественно въехал в Иерусалим. То есть, сегодня как раз вот тот день, когда вспоминается библейский, если брать библейский, календарно, значит, ну, как сказать, в католической церкви вспоминалось это в воскресенье, допустим, да, вчера. Вот, протестанты многие вчера вспоминали об этом, вот, значит, ну, а календарно это было вот сегодня, как раз, 10-го Несана. Вот, и Иисус, Он въехал в Иерусалим, вот, вчера вечер и сегодня утром. Вот эти события вспоминаем мы 10-го Несана, и Он, как агнец Божий, как ягненок Божий, Он был в Иерусалиме. Оставались считанные дни до этого ритуального жертвоприношения, до того, как кровь агнца Божьего была пролита на Голгофском кресте ради нашего искупления. Удивительное Божье жертвоприношение. Бог отдал Сына Своего, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Господь, Бог, во Христе примирил Собою мир, весь мир через кровь агнца Своего. Господа и Спасителя нашего, Иисуса Христа, спасибо тебе Господь. Вот, и поэтому Пасха наша, это Христос, Иисус Христос, закланный за нас. Это не просто красный день календаря. Ну, а если говорить о календаре, то, да, вот, календарная Пасха приближается уже на днях, уже, уже на днях. Вот, получается, да, 14 и 15 Ниссана выпадают в этом году на 19 и 20 апреля. 18 апреля уже мы начинаем вечером вот это торжество. Молитва будет у нас, значит, как раз, значит, и посвященная вот этому великому искуплению, совершившемуся на Голгофе, агнцем Божьим. Будем совершать пасхальный седр, будем совершать пасхальный этот обед, ужин. Вот, и вечерю, как говорится, тайной вечери. Будет много мяса, горьких трав, мацы, опресников. Вот, у меня маца здесь, пожалуйста, маца, вот, запечатано, купил здесь в Новусе. В Украине хорошо, что можно, пожалуйста, купить мацы в любом, фактически, в большом супермаркете. Вот, у нас в России, к сожалению, такого нету. Вот, она запечатана, не буду раскрывать ее, вот, маца. Да, опресники, опресники, пресный хлеб, вот он, пресный хлеб. Вот, и маца, здесь, да, польская маца, выпекается с 1974 года в Польше. Интересно. Вот, и купив мацы, запасаясь мацой, да, на праздник, знаете ли, и во время пасхального седра мы будем проводить и будем молиться, как раз, вот, уже, получается, 19-го, 20-го, вот, апреля. И потом вся неделя опресночная идет у нас, библейская, в библейском календаре, неделя опресночная. Будем хрустеть мацой. Вот, спасибо тебе, Господи. Вот, и нет закваски никакой, только опресники. И это очень сильный знак, опресники, это очень сильный знак, символ нашей бесквасности. Ибо Пасха наша Христос заклан за нас. Будем праздновать не закваску и порок, а лукавство, но с опресниками чистоты и истины. Аминь. И есть красивая традиция, вот, которую я сегодня на молитве вспоминаю. Господь, благослови нас. Вот, накануне Пасхи, ну, сейчас как раз эти дни мы что делаем? Прибираемся в своих жилищах, в домах своих, да, приготовляемся к Пасхе. Вот, так вот, физически. Но это не просто приборка генеральная такая. Это особая приборка такая, наша еврейская такая, генеральная уборка. Есть такая традиция, значит, мы выискиваем весь хлеб, весь хамец. Хамец это квасный хлеб. Вот у меня здесь, допустим, например, вот есть прибалтийский хлеб, здесь вот есть такой. Вот. Это тоже хамец, это, ну, квасный хлеб, квасный хлеб. То есть, это из дрожжевого теста, из квасного. Здесь бездрожжевое, но квасное, с закваской. Вот, и мы весь год едим квасное, но раз в году мы едим только пресное. Вот, и интересно, закваска это образ греха, образ проклятия, образ беззакония. И в Ветхом Завете примеров достаточно. И в Новом Завете также Иисус, он умолял учеников своих беречься закваски. Беречься этой закваски фарисейской, саддукейской, иродовой. То есть, фарисейская это чисто такая религиозная закваска, будем так говорить, которая с лицемерия. Саддукейская это такая религиозно-политическая закваска, значит, а иродова это политическая закваска. Вот, как бы, вот этих трех видов заквасок. Религиозная, религиозно-политическая и политическая закваска. Вот этих трех видов заквасок он умолял беречься своих учеников. И, в общем-то, как говорится, как в воду глядел. Потому что все эти три вида закваски, они бродят в теле Христа, принося неисчислимые страдания. Особенно начиная с 4-го самого столетия, со времени Константина Великого и до наших дней продолжается это брожение. Но апостол Павел сказал так интересно, что очистите закваску, старую закваску вашу. Отчистите. Как очистить? Как я могу взять квасное, тесто, допустим, да, вот я пример такой приводил уже не раз и у себя в церкви, и в гостях так бывает. Тесто, допустим, хозяин сказал, допустим, вот, милая, хочу, значит, пирожков. Испеки мне пирожков, поставь тесто, испеки пирожков. Жена раз, поставила тесто, вот, тесто уже поднялось, уже крышка уже ходуном ходит, уже пора лепить пирожки, уже тест, уже готовить, уже все. Вот. И вдруг муж говорит, нет, я передумал, не, не надо пирожков, изготовь что-нибудь из, хочу из пресного теста мне теперь, что-нибудь сегодня приготовь. А жена говорит, окей, я сейчас замешу новое тесто, пресное. А он говорит, не-не-не, вот это же тесто, но сделай теперь его пресным. Удалив всякую закваску эту, сделай его пресным. Ну вот. Не знаю. Это невозможно. По-человечески вообще невозможно. То, что заквашено, удалить старую закваску невозможно. Но с Богом невозможное даже, самое невозможное возможно. С Богом невозможное возможно. Самая страшная притча Христа о царстве своем, рассказанной им, это как раз притча о женщине, взявшей закваску и бросившей в три меры муки, пока не вскисло все. Три меры муки вскисли. То есть, действительно так и есть. Пока не вскисло все. Все тело Христа покрыто метастазами этой закваски фарисейской, значит, саддукейской и иродовой. Закваска порока и лукавства, как вот апостол Павел писал Коринфянам, сравнивая тоже закваску с пороком и лукавством. И эта закваска, все тело вскисло, все тело Христа покрылось этими метастазами греха, проклятия, беззакония. Но, дамы и господа, Господь, Он постоянный, Он оптимист. Он оптимист. И Он призывает устами помазанника, своего апостола, нашего брата, возлюбленного Павла, очистить закваску. Очистить закваску. Как? Ибо Пасха наша, Христос, написано, заклон за нас. Аллилуйя. Только Христос, только Иисус, Он наша чистота. То, что богословы всего мира называют христоцентричностью, то, что называют богословы, действительно, Христос, центр внимания нашего. Сам Иисус сказал, я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только лишь через Меня. Ибо един Бог и един посредник между Богом и человеками. Человек Христос Иисус. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, который есть Иисус Христос. И Он есть, действительно, Тот, кто подобное тому было событию в числах, описанному. Змея в пустыне. Как вознес Моисей змея в пустыне, Иисус сказал, так должно быть вознесено и Сыну Человеческому, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Мы знаем, кто сей Сын Человеческий и Сын Божий. Иисус Христос. Сам Иисус Христос. И сегодня всякий, кто призовет, имя Господь не спасется. Поэтому Христос центричность – это панацея для тела Христа. Освобождение от всякого рода метастаз греха. Вот, Валентина тоже пишет здесь, закваска фарисейская – это лицемерие, да, это правда, да. И Господь сказал, если вы не превзойдете книжников-фарисеев, то не войдете в Царство Небесное. Да, но здесь немного другая тема уже, вот, по поводу превзойти царство фарисеев. Имеется в виду не превзойти там лицемерием или там, или в лицемерии, или в чем-то еще. Или, значит, отказ от лицемерия – это уже превзошедший… Или это уже, если я отказался от лицемерия, получается, я уже как бы превзошел фарисеев и судукеев. Нет, это неправильно. Это немного из другой оперы совсем. Вот, значит, потому что там имеется в виду упование наше спасение. Книжники и фарисеи, в чем именно о спасении, войти в Царство Небесное, это совсем другое. Это не то, это совсем не то, Валентина. Там имеется в виду упование на свои дела, на, значит, на заслуги и прочее. Но наше превосходство в чем ныне, ныне? В том, что благодатью мы спасены, и сияние от нас – это Божий дар. То есть, я знаю, что спасение – это Божий дар во Христе Иисусе Господе нашим. Вот, в этом наше превосходство, ни в чем другом абсолютно. Вот, а в лицемерии христиане превзошли и фарисеев, и садукеев, тех вот древних многократно. Но выход есть для всех нас, для всех нас есть выход какой – взирать на Христа, взирать на Иисуса Христа. И тогда, я действительно понимаю, всякое лицемерие из меня уходит, всякое ханжество уходит, всякое притворство уходит, всякая ложь уходит, всякий грех уходит. То есть, опять-таки, не своими усилиями, не своими заслугами, нет, не как поступали фарисеи и садукеи, нет, нет. Не как поступали книжники, нет, 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 ни в коем разе, нет. Как поступают христиане, многие, к сожалению, нет, 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 нет. Это не для нас. Для нас это взирать на Христа, взирать на Иисуса Христа. Только Он, только Он, только Он. Слава Господу Иисусу Христу. Поэтому только Иисус, только Иисус. А сегодня, 10-го Ниссана, об этом вообще надо просто кричать, просто кричать. Почему? Потому что тогда, 3331 год тому назад, ни один человек, ни одна душа, ни одна семья не могла спастись, если не послушалась бы слова Господнего, который Моисей говорил, убеждая. Моисей сказал им, чтобы взяли Агнца и вели в свои дома, и привязывали в своих домах. И те, кто послушались, были спасены. И сегодня наше послушание, это просто взять и принять Агнца Божьего. И мы знаем, он от века заклан. И на Пасху мы смерть Господню возвещаем. Мы и плачем, и радуемся одновременно. И радуемся, и плачем. Это праздник со слезами на глазах. Пасха, это праздник со слезами на глазах. С одной стороны, смерть Господня, ужас, кровь, распятая плоть, боль страшенная. С другой стороны, радость, торжество, искупление, исцеление, освобождение. Поэтому Пасха, это действительно праздник со слезами на глазах. Это радость со слезами на глазах. Это радость со слезами на глазах. Праздник. Это радость. Надо будет песню переделать тоже. Она такая хорошая, такая, патриотичная такая. Но нужно, чтобы она была патриотичной в Царстве Божьем. Потому что в человеку свойственен патриотизм вообще. Значит, это как бы, это часть естества человеческой души. Но, к сожалению, когда закваска, это вот, Иродова, да, то в человеческий, в земной патриотизм все уходит. Но когда мы освобождаемся от этой закваски, тогда замечаем, что наш патриотизм, это патриотизм Царства Божьего. Сразу все, у нас переключаются мозги сразу, переключается душа. Моментально. Это удивительно. Поэтому взираем на Христа. Всякое действие закваски удаляется. Но как только от Христа взор в сторону, чуть-чуть даже, чуть-чуть прицела сбит, немного совсем в сторону, и все. Действие закваски начинается, брожение начинается, начинается мало-помало, незаметно. И идет это по телу Христа. Поэтому выход один, снова, стоп, не-не-не, только Иисус, только Иисус, только Иисус. Тогда все, действие закваски, оно удаляется. Слава Господу всемогущему. Отец, благослови нас. Сегодня совершим причастие, друзья, Евхаристию, хлебопреломления. Я себе здесь накупил соку виноградного, к седору пасхальному. И сегодня утром совершаю причастие Евхаристию, хлебопреломления. Налейте себе тоже соку. Я беру сок, и когда нет сока, просто воды беру. Просто беру воду. А хлеб у меня, то, что осталось еще, то, что осталось, это хлеб, фатер. Это, кстати, тоже пресный хлеб. Интересно так. Азиатский пресный хлеб. Вот я буду. Возьмите себе хлебушка, неважно какого, ржаного там, какого, квасного, бесквасного. Совершайте. Кстати, в церкви мы обычно мацой совершаем причастие Евхаристию. Вот в память о вот той жертве Голгофской. Кстати, даже в Грузии интересно. Митрополит Христофор Целомаидзе, я с ним общался на эту тему. Он, значит, сказал, что, значит, да, значит, что, может быть, и правда, надо мацой совершать лучше. У нас День Победы – это торжество воскресения Иисуса Христа. Аллилуйя. Аминь, аминь. И Он с нами во все дни до скончания века. И вот, и сегодня утром, 10-го Ниссана, совершаем эту Евхаристию. Хлебопреломление причастия. Спасибо Тебе. Спасибо Агнцу Божьему. Спасибо за все. Благодарю Тебя, Господь. Благодарю Тебя и благоставляю великое имя Твое. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо. Благословен Бог наш. Давший нам хлеб из земли и давший нам хлеб с небес Иисуса Христа, праведника, спасителя Господа нашего, Господа и спасителя моего. Благодарю Тебя, Господь, за Твою чистоту и святость. Я – часть тела Твоего. Ты – это я, я – это Ты. Спасибо Тебе, Господь. Я вкушаю, Боже, любви, аромат. Благодарю Тебя, Господь, Боже. Вкушаю Твое тело. Господь, Ты – хлеб жизни. Благословен Бог наш, давший нам плод виноградной лозы. Благодарю Тебя за лозу земную, а наипаче благодарю Тебя за лозу небесную. О, великий виноградарь, благословен Ты, Царь всей Вселенной. Слава Тебе и хвала. Тело Иисуса Христа. Кровь Иисуса Христа. Пейте, ешьте, рассуждая о теле крови Христа. Я рассуждаю. Смерть Господню возвещаю, доколе Он придет. Мы это каждый день делаем. Рассуждаем о теле крови Христа. И рассуждаем евангельски. Кровью Иисуса Христа. Телом ломимым Его. Я спасен навсегда, навсегда, навсегда. Я исцелен навсегда, навсегда, навсегда. Я благословлен навсегда, навсегда, навсегда. И ничто не отлучит нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашим. Слава Тебе, Господь Бог, всемогущий Бог, Царь Всесильный. Слава Тебе. За Голгофу, за кровь, я Тебя благодарю. За воскресенье Твоё, за победу Твою, за жизнь вечную, бесконечную. Благодарю Тебя, Отец, Бог мой, Царь мой. Аллилуйя, Иегова, Бог Авраам Исаака Якова. Аллилуйя. Благодарю Тебя, Иисус Христос, Спаситель мой, Господь мой, Царь мой, Брат мой, Друг мой, Целитель, Освободитель мой. Благодарю, О Дух Святой, Ты всегда со мной, Утешитель мой. За всё я благодарю, Я Тебя, Господь, люблю. Я Тебя, мой Бог, люблю, И за всё благодарю. За Голгофу, за кровь, я Тебя благодарю. За воскресенье Твоё, за победу Твою, за жизнь вечную, бесконечную. Благодарю Тебя, мой Бог, Отец мой, Иегова, Бог Авраам Исаака Израиля. Аллилуйя. Благодарю Тебя, Иисус Христос, Спаситель мой, Господь мой, Друг мой, Брат мой, Целитель и Освободитель. Аллилуйя. Аллилуйя. Благодарю, О Дух Святой, Ты всегда со мной, Утешитель мой. За всё я благодарю, Я Тебя, Господь, люблю. Я Тебя, мой Бог, люблю, И за всё благодарю. Я Тебя, мой Бог, люблю, И за всё, за всё благодарю. Благодарю Тебя, Господь, за это таинство тела и крови Твоих. Мы с Тобой одной кровью, Ты и я. Одно тело, одна кровь. Ты во мне, а я в Тебе. Я принадлежу Тебе, мой возлюбленный, а Ты принадлежишь мне полностью без остатка. Мой Господь и Спаситель. Спасибо Тебе, Господь. Я познаю Тебя, Ты познаёшь меня. Я в Тебе, а Ты во мне. Спасибо Тебе, Господь. И ничто не разлучит нас. Спасибо за Твою вечную любовь. Спасибо. Аминь. Аминь. Аминь, аминь. Спасибо, Господь, за все. Сегодня, 10-го Ниссана, я поднимаю бокал, возвещаю смерть Господню. Благодарю Тебя за все то, что Ты совершил тогда, 3331 год тому назад. Боже, но наипаче благодарю Тебя за то, что совершаешь Ты сейчас, сегодня. И молю Тебя, пусть множество душ, миллионы и миллионы душ введут Агнца в свои жилища, в свои дома. Тебя, Иисуса Христа, Спасителя, Своим личным Господом и Спасителем, Целителем и Освободителем, другом и братом Своим примут. Спасибо Тебе, Господь, спасибо. Ни в ком другом нет спасения, ведь ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым мы могли бы спастись, которым спасены, которым спасаемся. Слава Тебе, Господь, за жизнь мира. Аминь. Аминь. За жизнь мира. Лехаим. Аминь. Благодарю Тебя, Господь, Бог наш всемогущий. Спасибо, спасибо, спасибо. Благословен Ты, Царь наш, благословен Господь. Благодарю Тебя за спасение, исцеление, благословение. Боже, спасибо за жизнь и жизнь вечную. Дар Твой во Христе Иисусе, Господе нашим. Аминь. Благословляю Вас, братья и сестры, благословляю свой дом сегодня. Благословляю наши дома. Аминь. Наших родных, ближних. Агнец Божий, Иисус Христос, в наших домах. Самая главная, самая центральная фигура. Тогда, 3331 год тому назад, именно вот сегодня, 10-го Ниссана, вводили агнцев в свои жилища. И все, сам вход должен был быть торжественным, обязательно. Торжественно, резали ветви, стелили, одежду стелили хозяева даже. Вот, торжественно вводили ягнят в свои дома. Все повторилось 2000 лет назад, когда Агнец Божий входил в Иерусалим. Тоже постелали одежды, резали ветви. Вот, и когда, 3331 год тому назад, когда Агнецов привязывали в домах, то он был центром внимания всей семьи. И эти дни все, до самого 14-го Ниссана, этот ягненок был центром внимания, центром всех игр, всего внимания и взрослых, и детей. Вот, и также Иисус Христос, Он центр внимания нашей жизни, нашей судьбы. Слава Тебе, Господь! Агнец Закланный, Он умер за нас. Его кровь святая на косяках наших сердец, нашего разума, нашего сознания, подсознания, нашей жизни, всего нашего. Нашего имущества, всего нашего. Во имя Господне благоставляю всех вас. Да благословит Тебя, Господь, и сохранит Тебя. Да призрит на Тебя, Господь, светлым лицом Своим, и помилует Тебя. Да обратит Господь лицо Своё на Тебя, и даст Тебе мир. Иисус Христос, Он умер за нас. Иисуса Христа, и шуа машехейну, аллилуйя. Аминь, аминь, аминь. Из города Киева, Божьей милостью, архиепископ Сергей Журавлёв. Приветствую всех святых, радоваться, и ещё говорю, радоваться. Сегодня вечером подключайтесь на предпасхальные такие беседы. В 6 часов вечера по киевскому времени. До связи, до встречи, с Богом. Спасибо всем огромное, кто молитвенно и финансово участвует в моём служении. Не забывайте участвовать и финансово, и материально. Под каждым видео есть информация, как сделать с территории Украины, с территории России. Мир Божий, шалом. Аллилуйя.